Вопрос с братьями Гасангусейновыми на контроле у Бастрыкина. Журналист из Дагестана задала вопрос Путину. Четырнадцатая большая пресс-конференция этого года подошла к концу. Мы будем жить в другом Дагестане. Владимир Васильев поделился планами на 2019 год на последней в этом году сессии депутатов. Истинные богословские суждения или ложная идеология? Как противостоять с чуждым проявлением в религии? Об этом говорили на Всероссийской конференции «Теологическое образование. Проблемы и перспективы развития». Дело о братьях Гасангусейновых будет передано на рассмотрение Бастрыкину в срочном порядке. Так президент страны ответил на вопрос дагестанской журналистки Елены Ейскиной на большой пресс-конференции 2018 года. Представитель СМИ обратилась к президенту с просьбой не игнорировать вопрос об убитых братьях. Уже два года дело не сдвинулось с места. Несмотря на это, родители братьев ждут ответа от властей чуть ли не каждый день. Обратите внимание на расследование дела об убийстве братьев Гасангусейновых. В 2016 году в Шамильском районе в ходе спецоперации были расстреляны два подростка. Впоследствии выяснилось и доказано судом, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас дело уже переквалифицировано. Идет разбирательство по статье 105 убийства, где пострадавшей стороной признан отец. Дело передано в Москву, но, к сожалению, точку в этом деле никак-никак не поставят. Я вас очень прошу, возьмите под свой личный контроль расследование этого дела об убийстве братьев Магомеда Гусейна и Наби. И, пожалуйста, как можно быстрее официально реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей. Я должен дать соответствующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бастрыкину Александру Ивановичу он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит. Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, но обещаю вам, что уделю этому необходимое внимание. И у Бастрыкина такое поручение будет. Президенту также был задан вопрос о рэперах и ответственности за высказывания в интернете. На что он ответил, что задержание поющих с матерком, цитата, ни к чему. Ну а высказывания в интернете будут контролировать. О пенсионной реформе Владимир Путин заявил, что процесс необратим. И связал он это с тем, что количество работающих становится все меньше, а количество неработающих увеличивается. Теперь по поводу очень чувствительного, важного вопроса этой пенсионной реформы. Вы знаете, в начале 2000-х годов, в середине, вы знаете наверняка мою позицию, я говорил, что категорически против всякого изменения и повышения пенсионного возраста. Тогда и невозможно было это делать. Я и сейчас считаю, что это правильно была, позиция выбрана. Потому что и возраст, продолжительность жизни была у нас низкой, шанс 65 лет. И количество работающих было, соотношение работающих к неработающим было другое, более или менее приемлемое. Сейчас кардинально это все поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Президент страны также отметил, что Россия почти всю свою историю живет под санкциями. Но это не мешает правительству защитить интересы народа. Аккуратно, без хамства, спокойно. Последнее в этом году сессия Народного собрания прошла сегодня. Депутаты приняли бюджет республики на 2019 год и еще ряд законопроектов. В работе с сессией принял участие и глава республики Владимир Васильев. Более подробно о заседании парламентариев расскажет моя коллега Зумрод Гамидова. Поправки, многочисленные обсуждения фракций. И вот сегодня главный финансовый документ года принят. Так, бюджет республики составит более 121 миллиарда рублей. Предусмотрены деньги на повышение зарплаты учителям и работникам социальной сферы. На эти цели заложено 3 миллиарда рублей. Второй положительной особенностью поправок является увеличение бюджетных ассигнований в размере 760 миллионов рублей на повышение оплаты труда указных категорий работников. В итоге дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников в бюджетной сфере на 2019 год составят 3 миллиарда 336 миллионов рублей. В своем докладе я провел лишь те большие существенные изменения, которые положительно повлияют на социально-экономическое положение республики. Не забыли и про здравоохранение. Депутаты утвердили бюджет ФОМСа. В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию с четырех объектов здравоохранения и блок МРТ. Доходы территориального фонда на 2019 год остаются неизменными в сумме 31 миллиарда 359 миллионов 500 тысяч рублей. Территориальный фонд осуществляет расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на выполнение управленческих функций территориальным фондом, на нормированный страховой запас и на финансовое обеспечение мероприятий по организации, дополнительному профессиональному образованию медицинских работников, по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. По традиции парламентарии перешли к выступлениям от фракции. Так, депутат «Справедливой России» поднял проблему обманутых дольщиков. Их в республике более 300. Недопросовестные застройщики продают одни и те же квартиры разным лицам. А на республиканском уровне нет законодательных норм, направленных на защиту их прав. Он озвучил некоторые механизмы для решения проблемы. Это настоящая жизненная трагедия для людей, которые обращаются к государству за помощью. Поиски путей решения этой острой проблемы в ряд регионов за последние годы привели к решению на основе государственного частного партнерства, без выделения государственных средств за счет частных инвесторов. Такой механизм строительства жилья на продажу одновременно с обеспечением жильем дольщиков может повысить инвестиционную привлекательность проекта для застройщиков и решить проблему долевого строительства. Глава региона, выступая перед депутатами, подчеркнул, что на сегодняшний день доля теневой экономики значительно уменьшилась. А проведенная работа привела к тому, что у федеральных органов власти появилось доверие по отношению к Дагестану. Я, как каждый нормальный человек, получаю в отум вашего доверия, а значит народа Дагестана, который вы имеете честь представлять, как и я тоже, благодаря вашей поддержке и вашему тому, что вы меня избрали. У меня появилась абсолютная уверенность, и я вам говорю это глядя в глаза, у нас все получится. Я не хочу сейчас просто быть мечтателем, но поверьте, уже скоро вы сами, мы будем с вами жить в другом Дагестане. Я в этом убежден. Всего депутаты рассмотрели около 20 вопросов, а завершилась сессия награждением депутатов почетными знаками за заслуги перед республикой. Погасил налоги население за счет местного бюджета. Такой, казалось бы, благородный поступок совершил глава села Гиргебий. Вот только теперь против него возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Подозреваемый заключил фиктивные договоры на полтора миллиона рублей с местными жителями на проведение ремонтных работ на дорогах села. Работы, соответственно, не проводились, а похищенными деньгами чиновник распорядился по своему усмотрению. Кроме этого, он, дабы создать видимость исполнения местного бюджета, погасил налоги в размере около 230 тысяч рублей за счет денежных средств местной администрации. В Дагестане раскрыто зверское двойное убийство. Предполагаемые преступники уже задержаны. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей Избербаш, которые жестоко расправились с пожилыми женщинами. Мотивы преступников сейчас пытаются понять следователи. Более подробно у Патима Тханаповой. Руки и ноги связаны скотчем, голова обмотанная липкой лентой. Место убийства удивило даже опытных оперативников. Труп 63-летней горожанки Избербаша был найден в собственном доме. Через полтора месяца в Каякенском районе полицейские обнаружили второе тело, также с признаками насильственной смерти. Оно принадлежало 70-летней жительнице села Навакаякент. С учетом проведенных сотрудниками полиции мероприятий и анализируя характер и способ совершенных преступлений, уголовные дела были соединены в одно производство. Уголовное дело было взято на особый контроль руководством МВД по республике Дагестан. В ходе проведения оперативных мероприятий и отработки района совершения преступления сотрудниками полиции была получена оперативная информация о причастности к совершению данных преступлений двух несовершеннолетних жителей Дагестана. Как и предполагалось, оба убийства были совершены одними лицами. Ими оказались 17-летние юноши, жители Избербаша, Илья Остроущенко и Андрей Ковалев. Подозреваемые были задержаны в Махачкале, когда спокойно прогуливались по улицам столицы. Их узнали сотрудники патрульной службы. Заметив сходство с разыскиваемыми стражей порядка, решили задержать предполагаемых убийц. Заступив на службу по улице Иршиказака, нами были замечены двое граждан, схожих с этой ориентировкой. То есть, подойдя гражданам, проверить документы, у одного из них оказалось паспорт с собой, а у второй представился, что потерял документы. Информация о разыскиваемых лицах совпала с данной ориентировкой. Сопротивление они не оказали, потому что это для них оказалось неожиданностью. Несовершеннолетних преступников ожидает реальный срок. Сами они не отрицают свою причастность к жестокой расправе и даже признают, что убийство совершили из корыстных побуждений. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных пунктами АЖ, части 2 статьи 105 УК РФ. Это убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц. В 2019 году объем финансирования инвестиционной программы в республике возрастет. Рост в четыре раза и составит более 16 миллиардов рублей. Свыше 9 миллиардов поступят из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики Осман Хасбылатов. В следующем году у нас в рамках инвестиционной программы уже будет 175 объектов строиться в республике. И 101 объект мы планируем ввести. Рост объемов программы позволит также возобновить финансирование 60 приостановленных объектов. Это школы, детсады, больницы и даже водопроводы. Министр подвел на встречи и предварительные итоги деятельности ведомства за год. Одним из успешных проектов Осман Хасбылатов назвал проект «100 школ». Отметим, что на сегодняшний день практически по всем 117 учебным учреждениям проведены торги и заключены контракты. Развитие теологического образования – одна из важных задач государства в противодействии враждебным идеологиям и в поднятии нравственного облика общества. Проблемы и перспективы теологии в стране обсудили в Махачкале, на Всероссийской конференции, организованной Дагестанским гуманитарным институтом и Санкт-Петербургским государственным университетом. На месте событий побывал и наш корреспондент Абдул Алиев. Ему слово. Теолог, богослов, человек, имеющий религиозное образование и распространяющий среди общества традиционные религиозные знания и ценности. На сегодняшний день деятельность таких людей считается очень важной, особенно в ситуациях, когда деструктивными силами предпринимаются попытки подменить истинные богословские учения на ложную идеологию. Также на теологах стоит важная задача – при помощи духовных ценностей поднять уровень нравственности среди общества. Наша эта конференция, конечно, она призвана не только обсудить проблемы и ориентиры дальнейшего развития теологического образования, и наметить какие-то определенные прогнозы, решение каких-то вопросов, которые просто назрели именно в этой преподавательской образовательной среде. Тема конференции привлекла внимание докторов и кандидатов наук, а также религиозных деятелей из разных регионов страны. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы современного состояния теологического образования в России, возрождение российской исламской богословской школы, создание многоуровневой системы отечественного исламского образования. В развитии теологического образования напрямую зависит и состояние духовной безопасности в нашей стране, и вообще кадровая ситуация в подготовке специалистов с углубленным знанием истории культуры и ислама и в продвижении, и популяризация проектов о знании ислама. Поэтому, конечно, в этом смысле очень важно и нужно принимать все меры по развитию теологического образования у нас в стране. Выступающими было отмечено, что развитие теологии способствует безопасности и укреплению межконфессиональных взаимоотношений. Также было отмечено, что Дагестан можно назвать примером взаимодействия религиозных деятелей, противостояния идеологическим угрозам и укрепления нравственных ценностей среди общества. Неграмотность населения в вопросах религии только способствует укреплению позиций радикалов. Религиозное просвещение является одним из самых эффективных способов формирования стратегического счета в духовной защите республики. Ведь религиозная грамотность граждан является условием обеспечения безопасности нашего общества в современных условиях. Стоит отметить, что в рамках конференции также состоялась работа по секциям, на которых было обсуждено современное состояние и основные проблемы теологического и религиозного образования в Российской Федерации. А также роль теологического образования в духовно-нравственном развитии общества, противодействии вызовам и угрозам современности. Абдулла Алиф, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Победой хосевюртовских юношей в Баба-Юрте завершился межрайонный турнир по вольной борьбе. Соревнования, посвященные памяти шейха Султана Мута, прошли накануне в местном дворце спорта. А спаривать звание лучшего туда съехали спортсмены почти со всех уголков Дагестана. В числе зрителей был и наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Махачкала, Хосавюр, Цумадинский и Ботлехский район. Более 30 команд участниц. Приехали спортсмены из Азербайджана, Чечни и Ханты-Мансийска. Всего порядка 250 вольников. Спортсмены в этот день показывали все, чему их обучали тренеры в атаку. Они шли не стесняясь, счет на ковре менялся стремительно. Несмотря на солидный борцовский состав, официальный статус у этого турнира пока межрайонный. Но уже в следующем году организаторы выведут соревнования на республиканский уровень. Первая задача поднять уровень борьбы в Баба-Юртском районе, чтобы интерес у молодежи появился и стимул появился. Поэтому тренера привезли самых лучших. Здесь есть призеры мира, первенства юношеских, Европы, есть чемпионы, ребята борются. Уровень хороший очень, состав хороший. Праздник спорта в Баба-Юрте украсил приезд олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Бахтияр Ахмедов, Магомед Гасан Абушев, Завур Угоев и Абдусалам Гадисов. Это далеко не весь список почетных гостей турнира. Местные болельщики не давали им прохода, а пощупать золото Пекина имел возможность каждый. Сегодня очень важный для наших болельщиков в Баба-Юрте, именно подрастающего поколения, событие. Потому что буквально около пяти дней назад и с этого района много детей приезжало в аэропорт. Не все успели сфотографироваться олимпийским золотом. Поэтому мы сегодня это шествие олимпийской медали начали с Баба-Юртеевского района. Обязательно дадим возможность всем нашим детям насладиться этим вкусом радости, праздника. И будем поддерживать их для того, чтобы олимпийских медалей в Дагестане и в России было как нужно больше. Покорить олимпийские вершины мечтает каждый из этих борцов. Но большой путь у всех великих спортсменов начинался с маленьких шагов. Абдусалам Гадисов всегда считал подобные турниры своего рода трамплином. Здесь можно набраться бесценного соревновательного опыта. Важность этих турниров очень большая, потому что здесь юные борцы, они проводят такую обкатку. Ездят, я, например, много ездил в районы, вот так боролся, где закалялся и характером, и телом, опытом набирался. Поэтому для них это очень важно. Важно и в том плане, что в районе идет популяризация спорта, ребята занимаются борьбой. Здесь я видел для бойцов тоже такая сетка из ринга. Приятно и радостно, что наша молодежь занимается спортом. На торжественном открытии участников приветствовал глава района Эльдар Карагищеев, именитые спортсмены и тренеры. Здесь же чемпион мира Заур Угуев получил ключи от новенького автомобиля. Не остался без внимания его тренер Шемеш Амеев. Чествовали также и бабаюртовских спортсменов, показавших высокие результаты в уходящем году. Неожиданный подарок, даже не знал, что подарят машину. Очень приятно, конечно, такое внимание уделяют борцам, нам, борцам. Конечно, публика очень радуется. Вижу молодежь, как радуются, подходят, фоткаются. Очень приятно. Своё лидерство хасавиртовцы обозначили сразу. В первый день турнира они завоевали три золота. В самом легком весе триумфатором стал Мухаммад Дадаев. Чтобы получить чемпионский пояс, воспитаннику школы имени братьев Сайтиевых потребовалось провести четыре победные схватки. Я подошел в очень хорошей форме. Тяжело было соревнования, очень хорошее. Пояс у меня первый, но другие соревнования тоже у меня были хорошие. Побеждал. В этот же день по одной медали высшей пробы выиграли борцы из Махачкалы и Баба-Юрта. Победа Белала Таваева вызвала особенную радость у местной публики. Во второй день по золоту в свой актив занесли спортсмены из Левашинского, Хасавиртовского и Баба-Юртовского районов, а также вольники из Махачкалы и Каспийска. Все призеры получили награды из рук титулованных спортсменов. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Баба-Юртовский район. Это были все новости к этому времени. Сразу после нас смотрите эксклюзивное интервью Муфте Республики Дагестана о ситуации на дорогах. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова